Аппетиты ритейлеров уже зашкаливают. Это правда на самом деле. Большое количество денег оседает у ритейлеров. И самое главное, ладно бы эти деньги направлялись бы в развитие внутри страны, но уже пора приводить это все к общему знаменателю и регулировать каким-то образом наценку торговую на основные категории товаров. И по большому счету, я думаю, к этому все и придет. Немецкую Биллу повязали лентой. Российский ритейлер покупает западную сеть и станет вторым по числу супермаркетов в Москве. И это вторая крупная сделка на неделю. Чуть раньше Магнит объявил о том, что он приобретает сеть Дикси. Каким образом все эти истории отразятся на покупателях? И изменится ли ассортимент в магазинах? И самое главное, поднимутся ли цены? Никита Гмыза искал ответы на все эти вопросы. Цель убить Биллу выполнена. Немецкая сеть заканчивает работу в России. Бритскрик не случился. Дела у нее последние годы шли не очень. Ее поглотил ритейлер Лента. Сумма сделки 18 миллиардов рублей. Теперь Лента вторая по числу магазинов в Москве. Сделка значительно ускорит экспансию Ленты в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля Ленты на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%. И тоже вторая такая крупная сделка за минувшие сутки. Ранее Краснодарский Магнит прикупил сеть Дикси. Эта сделка позволит нам существенно увеличить позиции на столичном рынке. Пока мы не планируем ребрендинга сети, компания продолжит работать под брендом Дикси. Управленческие персоналы, сотрудники магазинов продолжат свою работу. А вот желто-красные вывески Белла уйдут. Покупка позволит Ленте нарастить обороты. Хоть она и так входила в топ самых крупных продуктовых сетей в стране, последние три года рост буксовал. О монополизации речь пока не идет, но звоночек тревожный. Может так оказаться, что в скором времени всеми маленькими магазинами будет владеть кто-то из больших игроков. Аппетиты ритейлеров уже зашкаливают. Это правда на самом деле. Большое количество денег оседает у ритейлеров. И самое главное, ладно бы эти деньги направлялись бы в развитие внутри страны, но уже пора приводить это все к общему знаменателю и регулировать каким-то образом наценку торговую на основные категории товаров. И по большому счету, я думаю, к этому все и придет. Но для покупателей главный вопрос, как это скажется на качестве товаров и ценах. Неясно, сохранятся ли скидочные карты и накопленные баллы по программам. И что с ассортиментом. В Билле, например, кому-то нравился хлеб из пекарни. Лист такого тока покупателя в конкурирующей сети очень высок. Поэтому я уверен, что на качестве продуктов это не скажется. Ну и вообще товаров народного потребления. А вот на ассортименте, скорее всего, скажется, ассортимент может быть сужен. Чего бы очень не хотелось. Такая экспансия для бизнеса естественная. И покупка сети Билла ленты не кажется такой уж неожиданной. Использовав расположение магазинов, ритейлер планирует наладить сервисы доставки, которые выстрелили во время пандемии. И на всех рынках, и ритейл не исключение, идет консолидация. То есть компании активно покупают более слабых участников рынка, укрупняются и за счет этого снижают свои издержки. С точки зрения гражданина, простого потребителя, это явление достаточно нейтральное. То есть на самом деле российский рынок ритейла очень далек от монополизации. Но все-таки ситуация складывается так, что ритейлеры поглощают малые сети, за ними стоят крупные банки, которые знают больше многих других на рынке. И о предпочтениях россиян, и об их покупательной способности. Так покупатель может остаться и вовсе без выбора. О какой добросовестной конкуренции может идти речь, если везде будут одни и те же конфеты, но в разных обертках. Никита Гмыза, Ирина Махорина, Москва, 24.